Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает и говорит, мне холодно. Хорошо, что у нее в руках? Где эти артефакты, что она принесла? Посмотри. Отсвечится красным цветом. У нее по всему телу этот красный цвет, и она в руках так держит, и он исчезает, как снег тает. Включаем внутренний белый свет Татьяне. Один, два, три. Помогаю ей моей энергией. И на счет три мы выдавливаем из Татьяны всю эту красную энергию. Один, два, три. Весь этот холод, все негативное и патогенное, выходит и формируется перед ней в шар. Все собирается вокруг Татьяны тоже и летит в этот шар. Пошел процесс. У нее вышел большой шар. Отправляю этот шар в клетку-тюрьму. Выстраивается прямой канал от этого шара к ответственным. Притягиваю в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Ящер здесь. Снимаются маски и голограммы. Ящер предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает от него каналы. Если еще он с кем-то связан, притягивается в клетку-тюрьму. Он ни с кем не связан. Мало того, он ее пометил и никого не подпускает. Считай цифры над головой этого паразита. 220. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 дней. Скэнер, дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. Он 99-98. Она прыгает. Это 2% должно находиться в чем-то другом. Будем искать. Хорошо. Даю команду на счет рис. Скэнер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Татьяны. Находит все. У нее нет подключек. У нее была вот эта энергия. Большой шар, что вышел. Это энергия ящера. И она сейчас в шаре. Оно вверху он такой весь, как из него выходят всплески. И он больше каким-то желто-зеленым таким цветом, как тянущийся такой густой. Он ее наполнял энергиями своими, видимо, и в обмен на душу заполнял ее. Ты пришел воровать душу, ящер, да? Не воровать. А что ты пришел делать? А забирать. А что, у тебя есть какие-то права на эту душу? Я изъявил права. Чьи права ты изъявил? Свои. И ты думаешь... Не жидкостью, а своей этой. И он ее, как сделал, оболочку сверху, донизу, чтобы все видели, что он ее пометил. Нет, ящер, здесь совсем по-другому все действует. Метить буду здесь я тебя сегодня. Метить буду тебя серьезно. Или живой плазмой. Появляется шар в моей руке живой плазмы. Или я тебе сейчас сделаю дырку в тебе на всех твоих чакрах. Или установлю твою такую же конструкцию в тебя на ток 80% энергии. Как тебе эти три варианта? Я изъявил желание. Он говорит, что есть и четвертый вариант. Какой? Отпустите его, пока он не рассердился. Удар спиралью в горло. Один, два, три, удар. Хорошо, ящер. Ты хотел так, ты это получишь. Он хватается на горло, держит его и... И что? В общем, от него идет, что ты напал на цивилизацию ящеров. И у нас куратор Татьяны в комнате. Он тоже ему телепатически присылает мысли, что ящер напал тоже на цивилизацию. Конечно, ящер. Ты, ящер, напал на цивилизацию, из которой Татьяна. Плеяды, наплеядянка. О, так ты еще напал на тех, откуда я родом. Ты что, ящер, наплеядянцев напал? Ну что ж. Скажи мне, когда вытащить из тебя спираль из горла. Она ее дергает. Это только я могу убрать, ящер. Потому что я изъявил свое желание. Оно крепче твоего желания. Хорошо. Не хочешь просить? Стой. Он пока помощь ищет. Он пытается призвать кого-то на помощь. Ящер, отсюда не выходит ни один звук. Вообще. Убирай. А, уже так. Вытаскиваю. Из него это спираль. Открывай воронку в галактической эзоте. Будет жаловаться. Хорошо. И спираль уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растаряй. Готово. А ты знаешь, ящер, что она может тебе еще печать плеяд поставить на твой лоб? На всю твою жизнь ты будешь светиться во вселенной. И все будут знать, что имеет дело с врагом цивилизации плеяд. О таком варианте ты думал? Ему это не страшно. Мало того, его будут еще больше уважать в их цивилизации. Нет, такое удовольствие мы тебе тогда не доставим. Уйдешь куда надо. Надолго. Реверс энергии. Даю команду тонкой копии Татьяны спроекцировать все энергетические и сферические каналы к этому ящеру, этому красному цвету. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены и низкая аббрационная энергия откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к нему. И усилю потоки в сто раз. Привык, что у нас много стоит в клетке, говорю, от них. У нее это горло и дыхательные пути, как слизь, уходит какая-то с кашлем вместе. Отлично. Готово. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли. До последней капли возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий. И возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в сто раз. Готово. Хорошо. Скэнер просканируй. Что-нибудь осталось на чистоте ящера и его энергии, этого красного шара в биополе Татьяны. Пошло сканирование. Осталось ли что-то незамеченным? Какие-то артефакты? Не осталось и Татьяна. Она сейчас ладошки трет, и у нее энергии расходятся от них. Тепло ей стало. Ну, конечно. Это же хладнокровные паразиты. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с ящером и этими красными энергиями. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Татьяны. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкая аббрационная остаточная энергия на чистоте ящера. Все мощным потоком выходит из нее. До 100%. Небольшой шар выше. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. У нее в голове что-то есть фантомное. Это верхняя челюсть идет, нос и выше что-то белое, но это не конструкция. Вывожу это белое фантомное. Зависает перед ней. Чихоть начинает. Хорошо. Отправляю это в клетку-тюрьму. От этого фантома выстраиваются каналы к ответственным притягив в клетку-тюрьму. Это медицинское. Медицинское идет слово. Тоже пошла информация. А она не дает ей думать. Она ей пустой делает верхнюю чакрой две. Это именно тот медикамент, который она принимает, да? Комплекс. Комплекс. Этот комплекс делает в ней пустоту внутри, да? Да, она ее делает пустой, усталой. Но у нее нет энергии. Верхние чакры, они вот такие белые, фантомные. Значит, он еще уничтожает энергию человеческую. Хорошо. Он уничтожает все. Живое, да? Плохое, хорошее, все живое. Понятно. Я не знаю, что здесь все. Хорошо. Выстраивается прямой канал от Татьяны к этому шару. И она реверсом отдает в него все негативные патогены, что от него пришло. Мощным потоком все пошло назад. Есть. Устанавливай фильтр с золотой сеточкой на этот канал. И в порядке реверса Татьяна забирается чистой, светлой, божественной энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Если такова и есть. Ну, он уничтожает жизнь живых клеток, идет слово. И к ней сейчас такие почему-то тонкие потоки возвращаются, как верхние две чакры возвращаются. И причем это не просто на тонком поле я вижу, но я вижу органы, куда они возвращаются. Куда? Ну, это все, что находится выше верхней челюсти. То есть мозг, уши, нос, глаз. Понятно. Мы не можем со своей стороны ничего сказать в этой ситуации, принимать или не принимать. Но то, что вы сейчас вам дают принимать, убивает клетки. Готово. Так. Ей идет информация, что она может дать установку, что он убивает. То есть как выставить намерение. И принимая аппарат, он убивает. Программу должна дать этому препарату. Перед тем, как ей вводить, что этот препарат, который введет, пойдет ей на пользу, убивает только больные клетки. Здоровые клетки остаются здоровыми и нетронутыми. Да, становится еще здоровее. Становится еще хорошо. Отличные советы. Я благодарю куратора. Эту информацию мы уже передали Татьяне. И команду еще раз на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии сжечь все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Давай поставим монитор и посмотреть, то место, где живет Татьяна, появляется на экране. Есть ли там какие-то установки цивилизации ящеров? Установок нет. Есть энергии такие же. Такие какие? Которые в ней были. Выстраивается. Открывая прямой канал к этому месту, где живет Татьяна, сворачивая все энергии, которые там находятся, в шар. И по каналу забирая. Все энергии? Все энергии ящера, которые находятся в шаре. Все негативные энергии, все патогенное сворачиваются в шар, в том месте, где она лежит, спит. Есть. И по каналу забираю этот шар в клетку тюрьму. Летит в клетки тюрьму. Есть шар. Сжигаю этот канал. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. У меня здесь паразит, который пришел человеку убивать, воровать душу. 220-й ящер находился 7 дней, но уже не хватало 0,2% его души. Вытащили красный свет, его обмена энергии, он ее своими энергиями наполнял, своим холодом. Все, что мы вытащили, находится в клетке. На, он еще, да, хотел жаловаться на меня. Добро пожаловать. Здесь и пожалуешься. Все уничтожай. Благодарю тебя. Под всеми артефактами открывается воронка в галактическое ядро. Все улетает на переработку вместе с этим шаром, который мы вытащили. Закрывай, опечатай, растворяй. Он готовый, его забирает, он показывает на горло. И его надо лечить, он говорит. Ну, если надо, если он говорит. А как же человеческую душу? Не надо было лечить, которую ты паразит такой вред нанес? Это риторический вопрос. Ну что ж, давай заправим Татьяну сначала энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота и вибрации. 400. И? 27, 28. Какие 28? С горловой выше. На счет 3 макушку головы Татьяна начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Даем еще. Поток родной энергии плеяд. Лечебных энергий плеяд. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Частота вибрации коронной чакры третьего глаза и голосовой чакры поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Как вы себя чувствуете, Татьяна, сейчас? Горячо. Не тепло. Отлично. И комфортно. Хотел еще запрос куратора сделать. Я могу что-то еще для Татьяны сделать. Да, именно для этого я здесь. Мое имя Линкольн. Линкольн. Нужно сдаваться. Не все еще потеряно. Благодарю вас, Линкольн. Не могли бы вы еще описать для Татьяны, как выглядят родные энергии плеяд для визуализации? Это густые энергии и очень гибкие. Как я уже сказала, они могут делать большую работу, излечая и защищая как маленькие места в теле, так и оболочка. Защищая все тонкие тела, включая физическое. Я не буду описывать цветы, я лишь хочу сказать, что эта энергия гибкая, и ее нужно прочувствовать внутри, немного густоватая. Именно поэтому она может течь из одной чакры в другую, из одного места в другое, переливаясь и наполняя, расширяясь и сужаясь. Этого пока будет достаточно. Отлично. Я благодарю вас, уважаемый куратор Линкольн, за эту информацию. Как мы и говорили, Татьяна, рано сдаваться. Все можно сделать. Визуализируйте эту энергию, наполняйте ее в больные места и визуализируйте тот момент, момент исцеления, когда вы становитесь здоровыми. Когда эта энергия изнутри вытесняет, как угодно, представляете, но эта болезнь у вас пропадает. Все клетки больные пропадают благодаря этой энергии. Самое важное, куратор сказал, вы должны прочувствовать этот процесс. Так, родная энергия наполняет больные места, исцеляя и выдавливая паразитов. Ведь это паразиты только на физическом плане. То, что вы делаете на тонких планах, можно перенести на физически, работая с родной энергией. И расширяя родную энергию, становясь ей, когда ее больше, она гасит и убивает паразитов. Так и есть. Благодарю вас, куратор Линкольн, за ваш визит, за эти слова. Мы сейчас можем какую-то еще процедуру, кроме заправки энергии, провести, чтобы ей могло помочь? Я активировала родные энергии. Это сейчас самое важное. Именно поэтому она почувствовала в ладонях другую энергию. Отлично. Активации у нас еще не было от куратора. Сейчас она уже произошла. Татьяна обязательно почувствует изменения. И, Татьяна, цифры, которыми вам нужно заправляться, я назвал. Это 400% энергии. Вы должны прочувствовать, как они проходят, эти энергии, по вашим чакрам. Начиная с первой чакры, снизу скобчика. Посмотрите, как выглядят цвета чакры. Это очень важно визуализировать эти цвета. И вот когда вы ими наполнитесь, почувствуете, что вы наполнились ими полностью, как бутылка, которая заливается в воду, тогда вы даете только команду на поднятие частоты вибрации до 27 Гц. Это ваша нормальная частота. Если в каком-то месте какая-то чакра, если горло, например, болит, можете поднять до 28 Гц. После того, как вы сделали, прочувствовали, это легкую дрожь или что угодно вы можете почувствовать, но обязательно нужно почувствовать обратную связь. Только после этого вы даете команду, синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. И все эти энергии расходятся по чакрам. Они становятся плотнее, сильнее. Это все. Благодарю за эту инструкцию. И я бы еще хотел добавить от себя, принимая медикаменты и другие процедуры, ставьте установку, что все живые клетки защищены. Защищены. И представляйте этот барьер, который не пропускает чужеродное. Таким образом, медикаменты будут влиять только на пораженные органы. Направляйте в пораженные органы родные энергии плеята. Вот это замечательный совет. Я еще раз благодарю вас, куратор Линкольн. Мы остаемся на связи. Мы будем проверять Татьяну. Мы очень надеемся, что она использует время правильно для того, чтобы победить свой недуг. И всегда готова ей помочь, если ей это необходимо. Энергиями заправили. Будем возвращать Татьяну назад. Благодарю вас за эту встречу. Я говорю, до скорых встреч, куратор Линкольн. Мы не прощаемся. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточке и звеленке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok